Привет, с вами Бренд Аналитикс, и в этом ролике мы расскажем об одном из быстрых способов найти точки контакта с вашей целевой аудиторией с помощью аналитики социальных медиа. Понять, какой тип контента ей интересен. Аналитика соц. медиа позволит получить дополнительную информацию о вашей целевой аудитории, выделить группы и найти точки соприкосновения с каждой из этих групп. В итоге вы сможете наладить более эффективное взаимодействие с потребителями. Для начала обратимся к отчету сообщества. Сообщества – это группы и чаты в социальных сетях и мессенджерах, в которых пользователи упоминают бренд. Посмотрим на примере темы Leroy. Когда мы заходим в отчет сообщества, мы видим, где общается наша целевая аудитория, так как анализируются сообщения не только от лица группы, но и сообщения, написанные другими авторами, участниками сообщества. По умолчанию список групп отсортирован по количеству сообщений. Часто уже по названиям можно выделить группы целевой аудитории и отобрать наиболее активные. Мы видим список сообществ, в котором активно обсуждался бренд. Посмотрим, что это за группа. Первое, что мы видим – хрущевка «Дизайн-ремонт». Здесь живые клиенты обсуждают продукцию бренда эконом-сегмента и ее применение в ремонте малогабаритных квартир. Стоит обратить внимание на нее. Она подскажет, какие товары пользуются популярностью у этой группы целевой аудитории и на какие качества стоит обратить внимание. Еще интересные группы – «Орхидеи», «Орхамания» и «Клуб любителей питуней». Здесь собрались любители комнатных растений. Ответственным за товарную категорию домашних цветов стоит внимательно проанализировать ее. Наверняка рекламные маркетинговые компании с домашними цветами здесь могут очень хорошо зайти. Также стоит обратить внимание на группу реставрации и переделка мебели своими руками. Здесь в основном обсуждаются кряски и лаки. Анализ этой группы поможет лучше узнать группу целевой аудитории, увлеченную переделками мебели в набирающем популярность в логичном тренде «Апсайклинг», нацеленном на вторичное использование материалов и вещей. И еще две интересные группы – «Комод интерьер и декор» и «Скандинавский интерьер и декор» по дизайну интерьеров. В них пользователи выкладывают фото из магазинов и делятся ссылками на конкретные товары. Анализируя подобные группы, можно оценить выкладку на полках, какие отделы товарной группы чаще попадают в подборки, какие товары пользователи выделяют как замену ушедшим брендам. В отчете можно сортировать группы по разным параметрам, например, по аудитории. Проищем самые охватные сообщества. Из представленного списка на первый взгляд все похоже на случайные единичные упоминания бренда, но тут тоже есть целевые для нас группы. Это идея дизайна интерьера и «Я же сам архитектор». Группы – миллионники, и нам точно стоит поработать с их аудиторией. При сортировке по увлеченности мы увидим группы и чаты, где упоминания о бренде вызвали самую большую реакцию пользователей. Из того, что мы еще не видели, посмотрим на группу HomeEasy – «Идеи для дома». Здесь группы выкладывают интересные подборки для дизайна. Перейдя на источник, также можно посмотреть и реакции пользователей на такие подборки. Какие цветовые сочетания наиболее востребованные, какие товары бренды и конкурентов наиболее популярны. А в группе HomeStaging Moscow выкладывают как подборки, так и обычные пользователи делятся своим мнением и опытом по товарам бренда. Группа посвящена набирающему тренду по HomeStaging. Авторы делают подборки товаров для быстрого преображения интерьера. Работать с этой группой вам поможет принести хороший результат для понимания, чем привлечь данную целевую аудиторию в магазины. Так как отчет сообщества строится по группам и чатам в соцсетях, а соцмедиагараж зашире, то перейдем в отчет источники. Анализ, на каких площадках, форумах и блогах общается наша целевая аудитория, поможет выстроить индикационную стратегию для себя и новые интересные площадки. Часть источников, как и сообщества, можно выделить уже по названию в группу целевой аудитории. В данном случае мы видим такие площадки, как Baby.ru, YouMama, BabyBlog, ForumSipMama. Тут общаются будущие или молодые мамы. Есть тематические площадки про ремонт, ForumHouse, где общаются эксперты и куда приходят за советом начинающие строительство дома люди. И форум автомобилистов DriveTo, где обсуждаются мелкие товары, помогающие в ремонте авто. Также можно проанализировать, что пишут на площадках «Я плакал», «Журнал Тинькофф» и других. Чтобы нам было удобнее работать в выявленных группах целевой аудитории, мы можем сохранить их в персональных фильтрах в сводном отчете по этим источникам. Пока мы искали и анализировали места обитания нашей целевой аудитории, сегментировали ее по группам и читали сообщения, у нас набрались идеи для категоризации сообщений по продуктам, под тематикам, характеристикам, чтобы получить более глубокие данные для анализа. Для этого мы используем функционал теги. Теги – это произвольные текстовые метки, которые можно добавить к сообщениям для их категоризации и фильтрации. Подробнее о том, как создавать и настраивать теги, вы можете посмотреть в обучающем ролике на нашем канале. В теме я подготовил и выделил в отдельную группу тегов целевой аудитории. Группировка позволит вам выделить свои теги в отдельную группу и не мешать коллегам. Для примера я выделил следующую группу – кухни, сантехника, ремонт, родители, цветоводы. Группа родителей включает в себя поисковый запрос, обсуждение ремонтов и детский ремонт, декрете и все связанные с этим. Для данной группы на первое место выходит устойчивость материалов, ее безопасность и прочее. Отфильтровав сообщения по тегу родителей, мы можем посмотреть не только поток упоминаний в ленте, но и переходить по всем динамическим отчетам для глубокого изучения группы данной целевой аудитории благодаря сквозной фильтрации. В отчете «Источники сообщества» мы найдем площадки, где общается данная группа. В том числе увидим новые группы, которые не обнаружили ранее из-за меньшей активности или аудиторности. Отчет «Авторы» позволит нам найти интересных блогеров в этой группе целевой аудитории по активности, вовлеченности аудитории на сообщения или аудиторности. Мы также сможем изучить социально-демографические данные по полу и возрасту автора. Отчет «Теги» выделит, какие группы товаров обсуждает нужная нам целевая аудитория. А отчет «Топ-целова» – какие существительные чаще всего используют. Все это вы можете применить в нашей работе и коммуникации с выведенной группой. Вот так, за небольшой промежуток времени мы с вами нашли сообщество, где есть целевая аудитория, выделили для отработки фильтра информации целевой аудитории, а также разметили поток сообщений тегами для более удобной фильтрации и поиска упоминаний. Продолжение следует...